Сразу четыре дымящие трубы и ни одного разрешения. Такой герой попался сегодня в нашем проекте «Поймай вонючку». Почему те, кто явно дымит незаконно, очень плохо умеют врать, выяснила автор проекта Полина Кольт. Нас всех достало серое небо над Красноярском. Про вред от крупных предприятий знают все. А за мелкими котельными и чадящими асфальтовыми заводами не следит никто. А их больше двух тысяч. Если добавить древние машины и дымящие маршрутки, то получается полная картина. Кто-то должен их контролировать. Мы объявляем охоту на вонючек, которые вносят огромный вклад в серое небо. Новости Прима вручают 3000 рублей охотникам на мелких вонючек и пишут заявления на нарушителей. Симопорная 445. Отравляющая таким же едким дымом практически каждый день. Воздух жителей улицы Корнетова и прилегающих к ней улиц. Уже не просто видео, а целый фильм самостоятельно снимают участники нашего проекта. Последствия этой дымовухи очень хорошо видно. Мы же отправились на место, где обнаружили большой пункт приема стеклотары. А можно узнать, у вас там посударка или что это? Нет. Вот там. Мойка. Мойка? Посуду моют, да. Посуду моют? Да. А труба оттуда идет? Труба тут одна, вторая, третья. И там все. А не подскажете, что у вас там? Мойка, стеклотары. Мойка, стеклотары, да? А труба зачем? В смысле зачем? Там можно не снимать. А это у вас котельная там находится? Нет, не котельная. Толновщик согласилась нам хоть что-нибудь понятно объяснить только после того, как проконсультировалась с начальством по телефону. По отоплению у нас разрешение подписывается в природоохранной прокуратуре. В смысле? Как дома подписываются? Там довольно, так сказать, долгая процедура отопления идет. То есть экологическими чистыми, просто дровами, ничем другим мы не отопим. Как давно у вас здесь все существует? Недавно. Ну, как давно не давно. Ну, буквально неделя, наверное. В словах этого работника очень легко усомниться. Разрешение на выбросы выдает не прокуратура, а Министерство природных ресурсов и экологии. Но женщина явно не в курсе этого и продолжает утверждать, что документы будут со дня на день. А то, что дымящая контора тут работает вторую неделю, это не выдерживает никакой критики. Вывески давно выцвели, а соседи утверждают, этот пункт со своими чадящими трубами существует чуть ли не со времен основания города. Только мы насчитали четыре трубы, но ни одного разрешающего документа так и не увидели. Жалоба на эту вонючку отправляется в надзорные органы. Автор кадров Роман получает 3000 рублей. Вы тоже можете стать участником проекта и получить деньги, если поможете нам поймать вонючку. Пальнакольд, Дмитрий Кочетков, Новости Прима.